Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлайз. Сегодня ко мне в руки попала вот такая вот прикольная книжка Автомобиль Победы М20 1950 Четвертого года выпуска Раритетнейшее издание И предлагаю ее сегодня поизучать А заодно узнаем, какой срок заводской гарантии был на автомобиль Победа Погнали! Давайте поподробнее рассмотрим эту самую книжку Автомобиль М20 Победа Либгард и Вассерман Вот такие вот интересные фамилии авторов Ну и здесь 1954 год Кстати говоря, машина выпускала с 1946 по 1958 год Так что это второе издание исправленное Между прочим, друзья, автомобиль Победы Это первый в СССР легковой автомобиль с несущим кузовом Один из первых в мире крупносерийно выпускавшихся с кузовом понтонного типа Ну, без крыльев выступающих и подножек и фар Вот без этих вот штук То есть такой относительно современный автомобиль 28 июня 1946 года начался серийный выпуск автомобиля Победы И всего было выпущено 241 497 машин Собственно, посмотрим, друзья, инструкцию Что нам здесь, кстати, интересный момент Книга 1954 года 3 июля 1956 года В. Мыльников, город Воронеж Собственно, для кого эта книжка? В данной книге описана конструкция автомобиля Книга является руководством по уходу за автомобилем Победы И предназначена для работников, связанных с эксплуатацией автомобиля И в первую очередь для водителей и механиков То есть, ну, нужно понимать, что в то время автомобиль Победы редко был в частных руках И, соответственно, это было такое больше Такси, скорая помощь, казенные всякие заведения В частные руки редко попадала машина Так что все, что будет говориться дальше Это больше, знаете, такое Относится инструкция к гаражу Да, не к частному лицу, а к гаражу Вот, интересные моменты Прям в первой главе сразу можно найти какой-то интересный момент Например, наиболее экономичным является скорость 35-45 км в час То есть, данная инструкция рекомендует ездить на автомобиле Победы со скоростью 35-40 км в час Просто, ну, переведите это на наше время Но это что-то нереальное Это еле ползущее, да При увеличении скорости с 40 до 80 км в час Расход бензина возрастает на 40% Понятно, да? То есть, сейчас в наше время оптимальным считается скорость 80 км в час Тогда была 40 км в час Ну и здесь также указано, что нельзя разгоняться на грунтовых дорогах И рекомендуется по грунтовым дорогам двигаться медленно Но куда уж медленнее, как говорится, да? То есть, оптимальная скорость для грунтовых дорог, видимо, километров 20 была Так, теперь самое интересное, друзья Это условия гарантии на данный автомобиль Кстати говоря, стоимость 11 рублей 65 копеек Предпоследняя глава рассказывает нам о том, как правильно складывать Крышу автомобиля Победа Да, кабриолет В то время, кстати говоря, кабриолеты не считались чем-то исключительным и очень дорогим Наоборот, это была более дешевая версия Да, потому что, ну, меньше металла идет То есть, понятное дело, дешевле металла И если говорить вообще о статистике То есть, из всего количества машин Кабриолетов было выпущено 14 тысяч А всего 241 тысяча А 37 тысяч такси Это, ну, это Википедия, друзья Можете тоже почитать Так, гарантия Завод гарантирует в течение 6 месяцев 6 месяцев И условий пробега не более 20 тысяч километров Со дня приема автомобиля Исправность автомобиля в целом А также нормальное действие отдельных агрегатов, механизмов и деталь Включая изделия других заводов То есть, друзья Заводская гарантия на супернадежный автомобиль Победа Была всего лишь полгода Представляете себе То есть, сейчас на любой отечественный автомобиль 3 года гарантия или 100 тысяч километров пробега Тогда 6 месяцев Вот Причем, самое интересное, друзья Как сейчас проходит гарантийный ремонт Если у вас что-то ломается во время гарантийного срока Вы едете на станцию технического обслуживания Вам диагностируют Заказывают деталь Меняют И все Собственно, вы уезжаете Все правильно, да Тогда же было совершенно по-другому Ввиду того, что не было никаких станций технического обслуживания И, собственно, автомобиль в основном был в казенных гаражах Да Не у частных лиц То Дальше То, собственно, гарантийный обслуживание проходил следующим образом Ну, здесь можно почитать Если в двух словах, друзья Как это все должно было осуществляться Вы У вас что-то ломается у автомобиля Победа Ну, допустим, карбюратор Да Вы самолично снимаете карбюратор с автомобиля Вы снимаете Дальше Необходимо составить акт Создать комиссию Которую должна стоять из лиц Достаточно хорошо знающих автомобиль Автомобильного механика Заведующего гаражом Инженера-автомобилиста Понятно Вы это должны найти всех людей В комиссии необходимо привлечь Представителей государственной автомобильной инспекции Или компетентного представителя постороннего хозяйства Понятно Да, еще и гаишника нужно с собой взять Вот, в составе этой комиссии нужно снять деталь Составить акт Где сломалась Как сломалась деталь Как вы при этом ездили Время получения автомобиля Какой пробег Условия, при которых произошла поломка Ну, то есть вы составляете вот этот вот грандиозный акт Потом запаковываете деталь А, еще, подождите Хотел сказать Отправлять ее по почте на завод Но нет, друзья Также с актом о поломке Необходимо выслать Сломанные детали Акт снятия пломбы Дроссельно-ограничительной шайбы Между карбюратором И впускной трубки После пробега первой тысячи километров Без присылки этого акта Ничего не принимается Вот, и дальше Вы отправляете на завод в Горьком Или, если вы в Москве То здесь Завод имени Молотова Если вы в Питере То должны обращаться Под ленинградская тележная 19 Вот Собственно, вот такая история, друзья Вы все это дело Отправляете на завод почтой Завод рассматривает Является ли ваш случаем гарантийным Если да То вам через какое-то время Присылают, собственно Новую запчасть И вы ее самостоятельно Также устанавливаете То есть никакого Сервисного обслуживания По сути дела К автомобилю Победы Не прилагалось Вот Причем я так понимаю Что очень многие То есть эта система Вероятнее всего Работала очень вяло Да, ну представьте себе Вы собрали комиссию Составили это так Сняли деталь Запаковали Отправили на завод Сколько вот Почта России В 56-54 году работает Ну, вероятнее всего Не намного лучше Чем сейчас То есть Месяца два у вас Автомобиль В нерабочем состоянии Он просто стоит Тем более Вы сняли какую-то Дроссельную заслонку Еще плюс ко всему Вот Приходит деталь Вы ее ставите То есть И вероятнее всего Очень много людей Ехало на завод За запчастями Самолично Именно поэтому Здесь есть вот такая Переписка Присылка представителей На завод Для получения Запасных частей Совершенно Бесполезна Понятно, да? Вот Вот вся история И еще Никаких запасных частей Вместо нормально Износившихся завод Никому Ни в коем случае Не выдает Вот Видите Ни в коем случае Не выдает То есть Если Ваша запчасть Нормально износилась Да Нормально Я не знаю Что значит Нормально износилась Но вам Никто ничего не поменяет А с такой Перепиской Мне кажется Можно что угодно Считать нормально Износившимся Вот такая вот История Друзья Я думаю Достаточно интересно Как осуществлялась Гарантия на автомобиле Победы в Советском Союзе Особенно Никак Она не осуществлялась Все Чинили своими руками Да Плюс ко всему Еще и автомобиль Победы В частных руках Особо не было Это в основном Была какая-то Казенная машина Но в любом случае Такой вот Исторический артефакт У меня есть Можно Много чего Интересного Почерпнуть Это был канал Миклуха Макфлай Друзья Любите историю Читайте источники Пока-пока